Мы разыгрывали конкурс на улицу транспортную промышленную территорию. Это 4,8 километра дороги от Саратовского шоссе до поворота на компанию ФосАгро и РТИ. Дорога достаточно сложная, дорога тяжелая. И мы в этом году приняли решение, что такие промышленные участки дорог, это как старый вокзал и база «Кристалл» для малого и мелкого бизнеса надо восстановить. И все сейчас говорят с благодарностью о том, что дорога восстановлена, особенно жители старого вокзала, которые были достаточно долгое время отрезаны сложной дорогой. Очень многие автобусы сюда просто не ходили. Были обращения от граждан в прошлом году в большом количестве, ну и мало имел бизнес. Проезд безымянный, тоже участок дороги, на котором находятся средние предприятия, в том числе и МРСК, и трасса на окончании этой дороги тоже требовала своей замены. Плюс по суду мы обязаны были исполнить. Ну и, конечно же, к нам еще в прошлом году, вы помните, обратилась компания «ФосАгро», которая со своей стороны сделала в этом году практически весь участок дороги от завода до поворота на РТИ. Ну и компания «Блаковская резинотехнические изделия» также попросили привезти данный участок дороги муниципальной собственности в надлежащее состояние. Мы вместе с депутатами приняли это решение. Считаю, что оно правильное. И надеемся, что за сентябрь месяц компания, которая выиграла этот конкурс, все-таки дорогу сделает. По факелосоциализму. Я соглашусь, что у нас в городе есть еще участки дорог, которые требуют достаточно серьезного обновления. Это не только на Степной, это не только Гагарина, которая на следующий год у нас уже включена участок дороги от факелосоциализма до Комсомольской. Вообще мы рассчитываем до больничного городка сделать капитальный ремонт. Также у нас стоит в плане и Комарова половина участка, чуть дальше, если от администрации ехать до бани муниципальной. Участок, конечно, требует хорошего капитального ремонта. Этот участок тоже у нас стоит в плане замены по капитальному ремонту на следующий год. Ну и нам придется делать дорогу, которая будет вскрыта в этом году после прокладки трубопроводов по улице Волжская от Заречной до Строительной. Здесь тоже потребуется замена полностью полотна.